Здравствуйте, уважаемые читатели ВзглядАЗ! С вами я, Сеймар Мамедов. Сегодня будем обсуждать перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией и возможное размещение американских баз на территории Центральной Азии. В последнее время усилилось внимание к Центральной Азии, Соединенных Штатов Америки и Турции. Во-первых, запущен новый мультимодальный маршрут по доставке товаров из Турции в Кыргызстан. И во-вторых, как вы знаете, в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Турцию подписан ряд важных документов. Но, с другой стороны, тут есть и американский фактор. Как вы знаете, американцы после вывода своих войск из Афганистана желают разместить свои базы в Центральной Азии. И в настоящее время американские дипломаты активно изучают варианты восстановления доступа к базам в Центральной Азии, включая объекты в Кыргызстане и Узбекистане, где ранее размещались как раз-таки американские войска и офицеры разведки. Мы будем вести дискуссию, разговор вокруг этих двух тем. Наш сегодняшний гость, кыргызстанский политолог, эксперт по международным отношениям Эдиль Пасмамет. Эдиль, спасибо, что нашли время для нашей беседы. Итак, первый вопрос... Здравствуйте, Силан. Господи, первый вопрос, который я хочу вам задать. В последнее время мы замечаем, что интерес Турции к региону Центральной Азии растет, особенно Кыргызстану. Открывается, если можно так выразиться, новая страница в отношениях Бишкека и Анкары. И это и запуск нового мультимедатора маршрута между Турцией и Кыргызстаном, и визит, который состоялся недавно президента Кыргызстана Садыра Ажапара в Турцию. Мой вопрос заключается в том, чем вызван турецкий интерес к Кыргызстану? Как вы думаете, интерес к Турции и Кыргызстану продиктован чисто экономическими соображениями или же какими-то политическими? Я думаю, вы совершенно правы, Алексей Мур. Здесь вопрос в том, что сейчас геополитические интересы большие, потому что вот все-таки сейчас идет формирование нового посткоронавирусного мира, мы сейчас видим новые контуры этого мира. Кто-то ощущает, кто-то нет. И я думаю, что, безусловно, после событий в октябре 2020 года, именно войны в Нагорном Карабахе, да, и Азербайджан одержал победу, безусловно, фактор Турции как регионального игрока, он возрос. И мы видим, что Турция может играть довольно значительную роль и на Кавказе, и в Центральной Азии. И мы видим, что Турция все-таки получила в какой-то мере второе дыхание, больше уверенности. И мы видим, что сейчас процессы, которые происходят в Центральной Азии, на Кавказе, особенно усиление ССТГ или тюркского кенеша, идеи возникания, кто-то говорит даже о Туране. Но если брать больше, чуть-чуть историческую справку, если брать 30-летнюю историю кыргызско-турецких отношений, то в декабре 1991 года Турция – первое государство, которое признал независимость Кыргызстана. Вторым были Соединенные Штаты Америки. И это уже о многом говорит. Они открыли посольство в 1992 году. Кыргызско-турецкие отношения, они динамично развивались до 2016 года, после одного из инцидентов, когда было такое происшествие с военным самолетом. И они какое-то охлаждение было. Ну вот в 2018-2019 год начался процесс такой. Ну потом новой перезагрузки, но пандемия она помешала. И вот сейчас мы видим, что после официальной визита президента Кыргызстана в Турцию, мы видим, что совершенно новая идет перезагрузка, новая повестка дня. Здесь есть еще один сильный фактор, который очень сильно влияет. Не надо забывать, что сегодня будет прямое противостояние экономические, геоэкономические, торговые войны, санкции между Соединенными Штатами Америки. А Джозеф Байден, президент США, заявил о том, что Америка вернулась, в отличие от Трампа, как глобальная сила. И, соответственно, противостояние против России, против Китая. А Китай все-таки назван глобальной угрозой для США и западного мира. Соответственно, Центральная Азия, Кавказ становятся ареной вот этой геопартийской конкуренции. В этих условиях, я думаю, Турция, она свою роль сегодня играет более значительно. Плюс еще один фактор. У нас есть общеисторические корни, тюркоязычные страны. Общая история, очень много-много тем, которые бы мы могли совместно решать. Почему? Потому что, если Центральная Азия, вы правильно сказали, вот этот транзитный путь, который вот после войны на Горном Карабахе, Азербайджан, Туц, Азербайджан, Каспий, Туркменистан, Узбекистан на Кыргызстан. Во-первых, это диверсификация для стран Центральной Азии, для Кыргызстана. Потому что мы прекрасно понимаем, что пандемия показала, что закрытие каких-то границ в Китае, с Казахстаном, оно приводит к тому, что мы теряем транзит торговли. Свой фактор – это то, что сегодня требуется общая повестка дня для стран Центральной Азии. Вот с 2017 года у нас были проведены две рабочие контактивные встречи. Первая это была в Нурсултане, потом в Ташкенте, третья планировалась в Бишкеке в 2020 году. Но пандемия поменяла эту ситуацию, и, скорее всего, это, возможно, будет летом или осенью этого года на Иссык-Куре, в Чалпаланте. Для чего? Дело в том, что пять государств, это рабочие конституционные встречи, хотя бы выработать должны общую повестку дня, хотя бы по трём вопросам. Первый – это транзит, безопасность и, конечно же, общая региональная. Я думаю, роль Турции возрастает. Почему? Потому что, с одной стороны, для Кыргызстана Турция – это тоже одно из геопатических окон, потому что мы часто осуществляем транзит через Стамбул. Это вот поездки в Европу, в США, в другие страны. Плюс второе – это то, что Турция всё в Карабахе, и по военной мощи, и по всем другим факторам показала, что она способна быть гарантом безопасности и на Кавказе, и в Центральной Азии. И сегодня, когда идёт геопатическая турбулентность, понятно, что любая страна должна рассчитывать, иметь партнёров хороших, я не скажу друзей, но таких надёжных партнёров, которые способны были бы решать эти вопросы. Я думаю, Турция в этом отношении, она какую-то большую геопатическую инфраструктуру заставит у неё. Спасибо, Эдиль. Эдиль, по поводу возможного размещения военных баз американских на территории Центральной Азии. Понятно, что появление этих баз в регионе без согласования России не представляется возможным. Какие вообще стратегические цели, на самом деле, преследуют США в Центральной Азии, и зачем им нужны эти базы в регионе? Как вы думаете? Ну, здесь, во-первых, 20 лет будет 11 сентября. Вы знаете, что 20 лет назад, после терактов 11 сентября, башня в Близнецёв в Нью-Йорке, американцы начали операцию. Вначале это несокрушимая свобода, это была более военная часть. А с 2016 года это решительная поддержка, и в разные годы США всё-таки ставили разные цели. Но надо сказать объективно то, что вот это Соединённые Штаты Америки, Международные Силы Содействия и Безопасности в Афганистане или АИСАФ, которые находились там долгое время, в течение 20 лет, они выполняли очень важную роль, надо сказать честно об этом. Они были донорами и гарантами безопасности для Центральной Азии, для всех. Мы могли критиковать, но в любом случае вопрос безопасности и для стран Центральной Азии, и для России, и даже для Китая он снимался. Потому что всё равно было понятно, что они будут вести боевые действия против террористических групп, экстремистских групп, и исламского государства, и против движения Талибан, и против тех экстремистских групп, которые пребывают в Центральной Азии, Суббекистана, Таджикистана и других стран. Безусловно, это был фактор, который воздействовал. Но в виде тем, что в прошлом году президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск до 1 мая, после соглашения в духе с движением Талибан, и приход нового президента Джозефа Байдена, который объявил о том, что так быстро мы не будем выходить с 1 мая, мы будем выходить к 11 сентября. Технически они, там примерно находятся около 2,5 тысячи американских солдат, которые всё-таки с 2016 года больше выполняют роль военных советников, там есть авиация, и есть другие страны, которые входят в международные соединения безопасности. Так как США уже объявили о том, что к 11 сентября они будут выходить с Афганистана, они могли это технически сделать уже к июлю, 4 июля этого года. Но союзники по АИСАФ, по международным соединения безопасности, Турцию, вы знаете, вот когда я был в Кабуле, всегда Турция осуществляла безопасность турецких войска, Кабульского аэропорта, очень была хорошая, надёжная защита, были окна. И когда турецкие силы безопасности заявили о том, что раз американцы уходят, то мы тоже будем выходить. Это осложняло выход других членов АИСАФ, которые должны были тоже, и там Германия, и там многие-многие есть страны. Поэтому они попросили этот срок как бы растянуть на 2-3 недели. Этот вопрос сейчас решается, и представляете себе, что Соединённые Штаты Америки уходят, раз уходит НАТО и все международные силы соединения безопасности в Афганистане, вопрос остаётся открытым. Как пойдёт ситуация в Афганистане? По негативному сценарию, к сожалению, мы сейчас получаем информацию, что полибы там атакуют, там выходят на границу с Туркменистаном, там воздействуют. Насколько силы, афганские силы национальной безопасности способны это сделать? Остановить безопасность, сохранить статус-кво. Если будет негативный сценарий, то это совершенно другая будет картина. В этих условиях мы видим простой пример. Сегодня это вопрос номер один для стран Центральной Азии, для России это вопрос безопасности. Негативный сценарий в Афганистане. Это проблема теперь стран Центральной Азии, в первую очередь Таджикистана, Узбекистана, а его ДКБ и России, ну и Китая. Ну видите, США, всё-таки и её союзники, они были донорами и гарантами безопасности. По понятным причинам Россия не может быть гарантом безопасности и донором. Во-первых, это афганский синдром, да, после вывода советских войск 1989 года Россия не хочет. Плюс, второе, это финансовые проблемы, людские, это очень сложно будет для России, поэтому она старается как бы минимизировать путём усиления своей 201-й дивизии в Афганистане, через ДКБ и других союзников. Единственная страна, которая может быть гарантом безопасности по экономическому, военному, это может быть Китай. Китай имеет сильный экономический. Китайская армия, даже китайское военно-командование даже подготовило одну горную дивизию в Афганском коридоре. Но насколько Китай, есть проблемы в Уйгуро-Синдзианском автономном районе. Поэтому для нас, в Центральной Азии, и для России, УДКБ, что будет с Афганистаном, это вопрос номер один. Потому что, если, не дай бог, эта ситуация пойдёт по негативному сценарию, то придётся её решать как-то совместно с другими сценариями. Понятно? Что есть УДКБ, но все-таки декларативный характер. Но, не дай бог, такой будет сценарий. И второй вопрос. Почему США хотят выводить? Уже в течение, в основном, источники идут Нью-Йорк Таймс, различные американские издания, которые из своих источников пишут о том, что американцы ищут... Ну, это, наверное, не совсем военная база, но это какой-то центр, потому что 2,5 тысячи, там будет штурмовая истребительная авиация, чтобы находиться и помочь, так называемому, афганскому правительству, да, которое существует сейчас, для в случае обострения ситуации, в том, что Соединённые Штаты Америки не позволят. В сегодняшний день ни один америкинский солдат в Афганистане не убит в Афганистане. Это тоже показатель. У США мощи других убедутся. Одной страны называли, это был Таджикистан, назывался Казахстан, Узбекистан, но в течение месяца, в начале про Таджикистан, я думаю, Таджикистан это невозможно, потому что, во-первых, там очень российское влияние, китайское влияние, неоднократные визиты министра обороны России, там базу усиливают, да, вы знаете, единая система ПВО, и находиться там, я думаю, это невозможно было. Рассматривали Казахстан, который через, осуществляет, да, там поставки Северной Сеть Транзит через Казахстан, но события последних полгода с Казахстаном, я думаю, тоже реально, потому что мы знаем, что самая протяженная граница в мире с Россией, это больше 7 тысяч километров, которая не оборудована, и последние выступления, которые были по территориальной границе, очень сложно. Казахстан находится в одном геополитическом теле, как сиамские близнецы, поэтому я без согласия России не сможет это сделать. Я считаю, что это может сделать Туркан, да. И последний вопрос у нас, время ограничено. По сообщениям некоторых СМИ, Россия выступает против использования США баз в Центральной Азии, возможно, американцам придется предложить огромные дипломатические усилия для обеспечения минимального доступа к базам в Центральной Азии. И, как вы знаете, Пакистан уже отказался передать свои военные базы американцам. И здесь возникает вопрос, как вы думаете, как решится вопрос с военными базами США в Центральной Азии? Одобрит ли Москва присутствие американцев в Америке в Центральной Азии? Вы задали очень серьезный вопрос. Безусловно, это вопрос большой, но видите, как в 12 июня будет встреча с Эрденом и Эрденом, а в 16 июня будет встреча между Путиным и Эрденом. Я думаю, американцы, в Соединенных Штатах Америки, когда они хотят, они умеют договориться. Они могут договориться. Ты используешь это такое 19-го века выражение сферы влияния. Но я думаю, от того, как пройдут эти две встречи, зависит очень многое от того, что будет происходить в Центральной Азии, на Кавказе, где будет позиция Турции. И, конечно же, факт того, что в 2001 году не без согласия России открывалась, с базой в Узбекистане, а об этом пишутся. Это факт, потому что, с одной стороны, если кто будет в Центральной Азии, я думаю, ни в совокупности ни одна страна в Центральной Азии не сможет это сделать. Россия, в силу разных причин, этого не может. Поэтому, здесь все-таки больше поля такого, знаете, региональной международной стабильности. я думаю, вот следующая неделя, 14 июня, 16 июня, на то, как пройдут эти переговоры, мы увидим, насколько это будет важно. Но, надо не забывать, что в геополитике есть интересы, и когда стороны могут найти взаимовыгодную позицию, они могут договориться. я не включаю ничего. Спасибо, Дин, за интересный ответ.